Роман Сергей Нулевой, Иван Сергей Сергей. Вас приглашают в Огароз Телеком. Роман Николай Первый, Щука, центральный прием. Щука, Санбря, Иван Сергей, Роман Сергей. Откуда красивее смотреть на северное сияние с Земли или из космоса? Принял только два слова, Земля и космос. Что-то связанное с Землей или с космосом. Откуда красивее смотреть на северное сияние с Земли или из космоса? Северное сияние видно очень хорошо из космоса, очень красивое. Но, к сожалению, я с Земли очень ни разу не видел. Вот прилечу, поеду на север или на юг далеко, посмотрю, как оно вылезет и расскажу. А сейчас не могу сказать об этом. Но из космоса очень красиво. Что входит в рацион питания космонавта? В рацион питания космонавта у нас есть 16-суточный паек, очень вкусная еда, в основном она сублимированная, и часть продуктов в консервах. Чай есть, кофе, десерты есть. Все очень вкусно. Если вы хотите представить, что это такое, то можно пойти в магазин, купить доширак и залить его водой. И вот это очень похоже. Но вы знаете, что можно и заливать воду, можно и так его похрустить, покушать. Но еда вкусная. Ну, на самом деле, эта идея зрела у нас уже давно, и вот сегодня, слава Богу, нам удалось ее реализовать. 12 апреля – день космонавтики. И Ростелеком всегда к этому дню готовит какие-то мероприятия. И сегодня мы собрали детишек от наших предприятий-партнеров, вот для того, чтобы они получили возможность прямого общения с космонавтами, которые сейчас работают на Международной космической станции. И плюс к этому к нам приехал космонавт Иваненков Анатолий Алексеевич, который расскажет, насколько тяжелы будни космонавтов, как там на орбите, и ответит на те вопросы, которые интересуют детей. Нам дали временное окно, которое будет начинаться в 16 часов 38 минут. Вот мы будем вызывать космонавтов на связь, вот они должны нам ответить. Ну и, собственно, после этого будет происходить диалог. Но поскольку сеанс связи очень непродолжительный, минут 10, он предполагает короткие вопросы и короткие ответы. В то же время мое пребывание здесь начать не ограничено. Я смогу более подробно ответить на те вопросы, которые они смогут достаточно глубоко осветить мои коллеги на орбите. Про тарелки спрашивают, про зеленых человечков спрашивают. Вы знаете, на станции есть возможность позвонить кому-то из твоих друзей, родственников и поговорить. Обратной связи нет с землей на станции, но со станцией можно позвонить. И вот если несколько расширить вас вопрос, о чем спрашивают, вот когда ты звонишь кому-то из друзей, которые не ожидают этого звонка, первый традиционный вопрос – ты где? При космической скорости 8 км в секунду ответить на это довольно сложно. Я пришел сюда, чтобы узнать, какая там жизнь в космосе, ну узнать, что там. А вопрос у меня – это какие у них там печки. Ну а зачем ты думаешь им печки? Ну я думал, чтобы им типа или дышать так в теплом воздухе, или греться, но я предпочитаю и то, и другое. А сам хотел бы стать космонавтом? Ну нет, но изобретателем. Изобрету ракету, и запущу какому-нибудь роботу, умного робота, который может полетать в космосе. А что ты думаешь обычно космонавты в космосе делают? Ну изучаем там планеты и звезды, следят за этими. А как ты думаешь, им страшно в космосе? Нет, я думаю, что им не страшно в космосе. Они же типа мужчины или что там. Если б боялись, то это было уже девчонки. Редактор субтитров А.Семкин